уже на носу зима стало совсем холодно но мы в автосалоне про тюнинг и сегодня рассмотрим две горячие новинки точнее одна из них это новый бмв x6 м в рестайлинге и вторая машина в синим цвете у нас тоже x6 м но это до рестайлинг сегодня мы разберемся в чем отличие этих автомобилей стоит ли покупать новый можно остаться на старом присаживайтесь поудобнее с вами игорь это автосалон про тюнинг ну а первое с чего стоит начать это внешний вид автомобилей новая модель у нас новая версия рестайлинг смотрится на самом деле по агрессивнее чем старый не скажу что старая у нас вы как какая-то там овечка такая безобидная но новая машина точно смотрится гораздо интереснее во первых она здесь поменялась решетка радиатора окантовка и и стала более массивной эффектной при этом у нас окантовка матовая как вы помните на всех новых x5 x6 x7 у нас идет черная матовая решетка смотрится очень интересно и что самое главное наверное отличие фирменная черта бмв вот эти вот ноздри решетка радиатора у нас теперь в них лют ламели не вертикально а горизонтально как это и началось изначально с глобального обновления у бмв с бмв м4 у которой также были вот эти вот ламельки горизонтально смотрится на самом деле классно и здесь же мы видим камеру кругового обзора тоже это у нас опция достаточно удобно если вы паркуетесь в трудно доступ доступных местах где мало места вам нужно постоянно наблюдать за общей ситуации что у вас происходит вокруг автомобиля какие препятствия машины и так далее в общем это на самом деле очень сильно помогает фары у нового рестайлинга стали немножко более узкие чем у предыдущей версии автомобиля но при этом сохраняется та же преемственность то есть внутри фара у нас идет такая вот галочка это те самые английские глазки у бмв от можете краски обратить внимание на дори стайлинге синим у нас идут прям такие уже узнаваемые характерные глазки которые пошли еще с давних времен на всех бмв это было их отличная особенность принципе кстати как и с решеткой тоже она у нас вроде бы показывает ну такая большая где вот эти вот ноздри но никогда еще до этого насколько я помню не было чтобы у нас стояли горизонтально вот эти вот ламели в общем классно очень все это выглядит тоже преемственность но теперь в новом обличье и передний бампер тоже у нас подвергся изменениям стал более такой ярко выраженной формы у нас те же самые рубленные грани имеются большие воздуховоды начиная с нижней части бампера на боковых вставках и кстати что очень интересно что хочется подметить вот сюда вот боковые воздуховоды я могу просунуть прям руку и дотронуться отсюда до радиатора до интеркулера точнее который расставлен как слева так и справа в бампере вот этот момент лучше бы сразу с момента покупки защитить это делается очень просто ставится специальная сетка защитная в принципе можно поставить не только в боковые воздуховоды также за решетку и радиатора и в нижнюю решетку самого бампера потому что автомобиль очень мощный у нас используются толстенные такие радиаторы и интеркулеры и так далее и они должны охлаждаться очень хорошо если своевременно не поставить решетками защитить их то впоследствии это может все привести к очень дорогостоящему ремонту поэтому нужно сразу думать об этом защитить защищать автомобиль не только сетками и кузов можно защитить прозрачным полиуретаном а все это делается как обычно в нашем тюнинг-центре про тюнинг на российская 313 поэтому скорее обращайтесь сделаем все в лучшем виде теперь переходим обратно к машине еще одна изменившаяся деталь спереди автомобиля это радар который он остановлен под номером вон в принципе был у нас и в дорестайлинге но в последнем x6 у нас он стал увеличенных размеров это позволяет автомобилю больше понимать ситуацию на дороге у нас обновленный радар умеет делать некоторые другие функции а именно распознавание светофора он может приедать и нам круиз-контроле считывать какая у нас идет скорость максимальное ограничение на участке дороги и сам ее корректировать автоматически перестраиваться из левой полосы вправо и так далее в общем система адаптивного круиза здесь тоже была усовершенствована ну а в остальном по передней части в принципе все у нас остались теми же элементы это капот передние крылья колеса остались у нас такими же на рестайлинговом их систем они ставятся также спереди 21 сзади 22 колеса разноразмерные но есть еще изменения которых стоит поговорить теперь поговорим немножко про то что у нас находится под капотом обновленного бмв x6 м это все тот же в 8 44 литра с системой twin turbo но в этом поколении у нас мотор очень сильно обновился это с 68 новое поколение двигателей у бмв который не ставит большой уже модельный ряд своих автомобилей которые вышли у нас новые поколения рестайлинги и так далее теперь x6 м стал гибридным но это не совсем тот же самый гибрид который у нас использовался в китайских автомобилях когда машины ездят полностью на электротяге от электродвигателей и мотор только подзаряжает ту самую батарейку который у нас стоит машине здесь же у нас сделано немножко по-другому эта система по сути если вот так вот грубо говоря у нас все тот же автомобиль с двс машина едет с помощью как раз таки этого двигателя который здесь настроен но тут система времена мягкого гибрида то есть у нас имеется новый такой компонент это стартер-генератор который немножко подкручивает мотор добавляет ему немножко момента на низах мощность у нас не изменилась осталось на том же уровне что 25 лошадиных сил на как все мы знаем что эти моторы у бмв они на цифрах их занижают немножко по факту этот мотор выдает примерно на 20 лошадиных сил больше чем предыдущее поколение то есть эта система у нас признана для того чтобы соответствовать новым эко нормам второе это то что она будет у нас немножко помогать мотору раскручиваться быстрее и третий плюс очень хорошие это то что при работающей системе авто стоп старт-стоп системе точнее у нас не так сильно будет ощущаться то как включается двигатель когда мы нажимаем на педаль газа это будет более мягко более плавно люди которые находятся у нас в салоне автомобиля абсолютно не будут ощущать этого сказать то есть то что это тот же самый мотор который у нас был вдоль рестайлинге ну на самом деле не особо можно потому что у нас здесь новая система ваннас эта система фаз газораспределения она раньше управлялась гидрологической системы теперь это все сделали полностью на электронике что позволяет более точно корректировать фазы чтобы давать мощную отдачу от двигателя в нужный момент времени в разных условиях и так далее в общем система более продвинутая и современная помимо этого еще произошли изменения в железе самого этого двигателя то есть у нас новость предстоит коленвал усиленный который теперь будет давать большую надежность этому автомобилю все-таки машина на которой хочется ездить быстро и очень приятно осознавать что ты имеешь запас в прочности своего автомобиля на каждый день теперь переходим дальше по внешнему виду автомобиля силуэт машины сбоку остался абсолютно таким же но что в принципе не удивительно потому что это у нас тот же самый кузов только с небольшими переделками все абсолютно также крышки зеркал у нас идут из карбона с фирменной такой клюшкой бмв вставки на крыльях у нас как у настоящих эмок спортивных гоночных машин и теперь про заднюю часть машины хотелось бы что-нибудь сказать описать как по-новому выглядит машина сзади но к сожалению у нас здесь абсолютно все осталось на тех же местах ну из примечательного так как это их систем у нас здесь идет спортивный диффузор с двойными насадками выхлопа очень красивые такие фонари которые прям туда на крыло заходят как и на до рестайлинга у нас было единственное только отличие до рестайлинга от рестайлинга это плавник который стоит у нас на крыше и последней версии машины он стал более таким обтекаемыми верхняя часть его ушла то есть раньше у нас был на самом деле как такой акулий планик сейчас стал немножко такой приплюснутый в остальном в принципе все то же самое два спойлера сверху крышки багажника снизу небольшой спойлер из настоящего карбона теперь переходим далее сам багажник у нас тоже не претерпел изменений все та же жесткая полочка которая отделяет багажный отсек от салона автомобиля справа у нас находится дополнительная зарядка прикуриватель для ваших устройств который будет приводить с собой крючки на самом полу боковые дополнительные отделения под ваши вещи чтобы они у нас не летали по салону и достаточно большой объемный багажник с подполом настало время поговорить про салон что у нас здесь находится во первых начнем с отделки это красная кожа гладкая на покрыли те сиденье у нас отделан из этого материала центральная консоль не спорт при за дверные карты центральные части все это сделано сочетание с черной гладкой кожи на по тоже у нас на сиденье центральная такая вставка с перфорацией с вышивкой такой очень интересной и красивой на руле гладкая кожа на по идет сверху снизу дверных карт и на верхней части парк приза но это еще не все потому что крыша потолок у нас отделан из натуральной алькантары тоже это очень хороший такой материал приятный на ощупь в общем в принципе все элементы которые у нас находятся салоне выполнены из премиальных дорогих и качественных материалов и плюс еще у нас здесь есть вставки из карбона на центральной консоли и вдоль всего проприза такая прям широкая широкая вставка она очень классно сочетается с подсветкой вот такая вот новая подсветка появилась в этом кузове полосы которые переходят в шильдик м они еще ночью могут у нас светиться разными цветами и здесь же на центральной консоли помимо этой подсветки у нас еще изменены рычажки вот такие вот которые направляют воздух кондиционера ночи минималистично сделано интересно кому-то может быть покажется что это неудобно я бы так не сказал на самом деле то есть все интуитивно понятно это не переключатели на сенсорах вот на сенсорах кстати кому-то может быть и неудобно здесь же то есть даже есть вы едете за рулем может не отвлекаться сразу его нащупать и направить воздух куда вам нужно сам руль как я говорил сделан из кожи центральная часть у нас тоже отделана из гладкой кожи все тиснения естественно выполнили все просто идеально изумительное качество здесь же у нас имеется прострочка на самом руле на ободе выполнена тремя нитками разных цветов как раз таки в цвете триколора м и за рулем находятся карбоновые лепестки переключения передач на самом руле у на стандартно справа управление мультимедиа системой голосовым вводом а слева управление круиз-контролем и так как это у нас x6m здесь же у нас расположены вот такие две кнопки переключателей режимов езды м1 и м2 это спортивные режимы которые можно еще дополнительно настроить под себя но их чаще всего правильно использовать на треке потому что у нас отключаются все стабилизации автомобиль выдает полную мощность и просто на дорогах общего пользования это небезопасно поэтому лучше это использовать в отойденных для этого местах смотрим чуть выше за руль у нас обновленная мультимедиа система то у нас теперь единый экран не как было раньше у нас здесь был по центру один экран и приборная панель а все сделано в одном стиле чуть развернута в сторону водителя тоже очень удобно пользоваться всем этим само меню было переработано здесь у нас на главном экране показана навигация и выбранный режим езды снизу у нас панели быстрого доступа это вместо экранчика как здесь было раньше под мультимедиа системой где у нас нужно было управлять климат-контролем системой это перенесли теперь в экран мультимедиа снизу опять же она всегда в доступе она всегда есть можно удобно выбирать все что вам нужно если кто-то пользовался ранее мультимедиа системы bmw он в принципе здесь разберется потому что все осталось плюс-минус на своих местах но с переработанным дизайном даже шторка есть которые показываются все уведомления и также быстрые клавиши слева у нас еще одна панель с быстрым доступом то есть есть приложения которых тут огромный список на самом деле тот же допустим youtube у нас есть также по заводу в этой системе можно прослушивать музыку с ваших устройств либо это радио fm будет снизу у нас еще можно подключить телефон для того чтобы нему разговаривать и открыть полный экран навигации в мультимедиа системе а на приборной панели у водителя можно включать разные режимы то есть допустим те же спорт комфорт адаптивный режим у нас тоже будут меняться шкалы как это было и до на до рестайлингов bmw но теперь у нас есть на новый дизайн здесь и по центру можно выводить разные приложения но разные функции которые у нас есть мультимедиа системе то есть например это будет навигация показатели по мощности в данный момент времени и так далее как там на самом деле очень много центральная консоль которая как я и говорил здесь у нас ставка идет такая большая массивная из карбона визуально вот так вот с первого взгляда особо не изменилось то есть у нас центральная панель где у нас стоит ручка кпп шайба для управления мультимедиа системой в принципе остались такими же как и были до этого особо здесь ничего нового не появилось это на обычных x6 и x5 у нас уже идет такой маленький рычажок причем передач обновленный другой естественно это выглядит чуть посовременнее но при этом мы открываем скрытую нишу у нас здесь также имеется зарядка для телефона беспроводная usb 2.0 разъем для зарядки ваших дополнительных устройств прикуриватель и подстаканник и теперь у нас идут с подогревом и с охлаждением тоже очень удобно далекие поездки не только подлокотник открывается на две стороны здесь у нас есть дополнительное место для хранения какие-либо вещи не скажу что она сильно большое ну допустим ключи либо что-то мелкое туда можно будет сложить и тут же разъем type-c для зарядки ваших устройств на заднем ряду даже высокие люди будут ощущать себя комфортно потому что я вот сижу сам за собой у меня еще есть пространство в коленях то есть можно даже спокойно чуть ноги вытянуть вперед и ехать с комфортом в самих сиденьях у нас имеются дополнительные разъемы для установки экранов для задних пассажиров тут же у нас разъем type-c как раз так для их подключения и зарядки но тоже очень удобно если в поездке в дальний вы хотите допустим смотреть фильмы сериалы слушать музыку независимо от всех то есть как бы сам с собой уединиться здесь можно если вам кстати нужны такие экраны можете обращаться в наши тюнинг-центры можем до установить штатными системами на x6m на x5m либо на другие бмв далее по машине переходим тут имеется большой широкий подлокотник тут в принципе все стандартно два подстаканника дополнительное место для небольших вещей тут же находится в кармашке скрытым на центральной консоли панель управления климат-контролем который здесь четырехзонный идет снизу полочка для мелких вещей и в самой низней части стоит перекуриватель то есть зарядка на 12 вольт из примечательного то что у нас здесь стоят еще и шторки на заднем ряду механические то есть можно будет скрыться от посторонних взглядов и что самое главное что создает общую атмосферу в этом салоне это музыкальная система которая здесь стоит это бауэр сэм вилкинс это самая лучшая как по мне система звучания которая стоит в принципе во всех автомобилях поэтому идеальное качество звука и достаточная громкость вам точно будет обеспечена ну и в конце хочется сказать что действительно классное получилось обновление x6m очень хорошо преобразился но тут нужно понимать что да это все таки не совсем кардинально другой автомобиль но и сама бмв нам это показывает как просто рестайлинг старой модели то есть тот же кузов но есть дополнительные интересные как дизайнерские решения так и технические что точно даст огромный плюс к покупке нового бмв x6m и естественно эти автомобили находятся в продаже в нашем автосалоне про тюнинг городе краснодар по адресу улица российская 263 не забывайте что мы можем привести абсолютно любой автомобиль даже самый эксклюзивный и да из самого крайнего уголка нашей планеты сюда в россию наши автосалоны обязательно обращайтесь сделаем все в лучшем виде подписывайтесь на канал ставьте лайки и пишите комментарии как вам этот ролик